Смертельное ДТП с двумя больших грузами произошло на Красноярской трассе. По предварительной информации ГИБДД, вечером на 994-м километре автодороги Сибирь столкнулись два встречных грузовика «Ман» и «Мерседес». 62-летний водитель «Мерседеса» погиб на месте. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Минусинский огонь уничтожил авторазборку. Сообщение о пожаре поступило спасателям накануне около 10 часов вечера. Как сообщили в городской единой диспетчерской службе, в результате ЧАЭС огнем повреждена хозяйственная постройка на площади 112 квадратных метров, 30 метров забора и автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина случившегося – короткое замыкание поработки. Черного копателя задержали в Красноярском крае. Местный житель искал археологические артефакты и продавал их на Черном рынке. По версии следствия, незаконную деятельность подпольный археолог вел с 2018 года. Он купил металлоискатель и с его помощью откапывал на территории Каннского района предметы, представляющие историческую ценность. Дома у подозреваемого прошли обыски. Изъяты наконечники стрел, бронзовые кинжалы, топоры, серпы, скифские бронзовые котлы. Большинству его находок больше трех тысяч лет. Коррекционер задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Почти тонну контрафактного алкоголя стоимостью 3,5 миллиона рублей нашли в гараже абаканца. 48-летний мужчина купил безакцизную спиртосодержащую жидкость, чтобы в дальнейшем продать. Из незаконного оборота изъято 850 литров суррогата. Суд назначил подсудимому штраф в 3 миллиона рублей. Однако с приговором суда он не согласился и попытался обжаловать его в апелляционном порядке. Суд в вышестоящей инстанции оставил приговор без изменений. ПБК не закрыли батутный центр из-за нарушений пожарной безопасности. В здании не оказалось противопожарных перегородок, отсутствуют огнестойкие преграды между складом и основным помещением. Речь о нашумевшем детском заведении, в котором летом этого года двухлетний мальчик упал в огромную дыру между надувными конструкциями. Видео разлетелось по соцсетям. По словам матери, сын застрял на глубине около двух метров, и его начало придавливать надувающимся батутом. А другая, 9-летняя девочка, приземлилась на спущенный батут. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью. Учитывая все обстоятельства, суд принял решение закрыть центр. На период судебного разбирательства. Если предприниматель продолжит осуществлять незаконную деятельность, то он будет привлечен к административной ответственности, сообщает Пресс-служба судебных приставов.